Добрый день! Продолжаем изучать психологию Средневековья и сейчас мы изучаем психологию Боэцея. Мы будем читать «Утешение философии» книгу первую и 25.07.25 июля в 20.00 у нас будет семинар по этой книге Боэцея онлайн в Зуме. На семинаре я довольно-таки подробно рассказывал, но сейчас вкратце повторю для тех, кто не присутствовал на семинаре или не прослушал семинар в записи, что мы будем определенным образом подходить к чтению этого произведения. Могут быть разные подходы, можно выделить две позиции по отношению к этому тексту. Один подход заключается в том, что мы выделяем формально логическую структуру рассуждения, выделяем гипотезу, аргументы, выводы и рассматриваем это как некое ядро философского текста. Описание тюрьмы, переживаний Боэцея в тюрьме, различных персонажей, специфика жанра мы рассматриваем как некую оболочку, как нечто второстепенное, как что-то, относящееся не к философии, собственно говоря, Боэцея, а к биографии Боэцея, что может быть тоже важно, или как некий способ подать читателю, заинтриговать читателя. Вот что-то такое пропедевтическое. Но в таком случае рассуждения Боэцея, например, о порядке и хаосе, оказываются довольно-таки неоригинальными. Да и вообще, этот вопрос, царствует ли в мире порядок или хаос, он теоретически, как доказал Кант, неразрешим. Поэтому стоит ли на этом так долго задерживаться. Но второй подход, это когда текст рассматривается как целостное произведение. Рассматривается позиция автора, который находится вне этого произведения, и позиция Боэцея, который является автором, персонажем внутри произведения. Различные отношения между персонажами, различные художественные средства выражения. И вот в таком случае теоретические, логические рассуждения оказываются только элементом этого целостного произведения. Но если мы будем рассматривать текст так, то главной проблемой будет не вопрос о том, порядок или хаос царствует в мир. А как излечить человека, который сидит в тюрьме, который упал духом, применяя при этом давно известные, но позабытые теоретические ходы? Именно в этом оригинальности Боэцея. Или вопрос о памяти. Каким образом получается так, что человек забывает некоторое доказательство? Каким образом можно сделать так, чтобы он вспомнил это доказательство? Что такое вообще знание? Что такое память? Вот это важные вопросы, которые, на мой взгляд, наиболее актуальны могут быть для читателя этой книги Боэцея. Немножечко попытаюсь это показать и на других материалах. Я уже демонстрировал эту картинку древа Порфирия, в котором объясняется, каким образом при помощи дихотомии, исходя из наиболее общего понятия, которым является субстанция, мы можем выделить телесную субстанцию, бестелесную субстанцию, одушевленное тело, неодушевленное и так далее. И в конечном итоге у нас получится человек. Вот здесь используется некий такой прием, который используется и у Августина постоянно. Вроде бы нам приводят просто пример. Нам пытаются объяснить, что такое дихотомическое деление. Ну вот человек, например, рядом с нами сидит. Давайте возьмем человека и объясним, как мы можем прийти к понятию человек через дихотомическое деление. Но штука в том, что в таком случае этот пример не очень хорош. Он кажется как бы слишком искусственно сконструирован для этого деления. Попробуйте поставить вместо человека любое другое понятие. Получится ли у нас совершить такую дихотомию? Ну с точки зрения логики можно сказать, что дихотомическое деление это просто не очень хороший принцип рассуждения. Но зачем тогда он нужен поэцию? Зачем тогда это древо Порфирия постоянно повторялось в логике, постоянно печаталось на протяжении многих веков? Вот мы видим 18 века, русская книга, которая называется «Сокращение великой науки каббалистической Раймонда Люлья». И опять воспроизводится это дерево, хотя несколько странно, потому что в исходном древе Порфирия она перевернута. Субстанция это как раз некий ствол и дальше отходят ветви. А здесь как бы художник пытается нарисовать дерево в том положении, которое наиболее привычно для нас. Это собственно говоря не просто особенность русского лупка. Вот мы видим древо Порфирия, как его обычно изображают в многочисленных изданиях Боэцея. Боэц-комментария к Порфирию Боэцея. А вот мы видим вот эту самую книгу Лулия, изложение которого на русском языке было опубликовано в 18 веке. Это начало 16 века, новая логика Лулия. И мы видим, что здесь дерево, это же дерево изображено именно в таком положении. Получается, что бытие сущее находится на самой вершине, почему-то с обрезанными ветками. И дальше просто на столбе этого дерева приколоты таблички с другими понятиями. Впрочем, если мы опять вернемся в Россию, вот перед вами рукопись учебника по логике, которую написал Сафроний Лихут, один из тех людей, которые основали российскую ученость в 17 веке. И мы видим, что у него это древо изображено более верно, так как оно изображено и у Порфирия. И вот что здесь любопытно, что с одной стороны мы имеем дело с некоторым логическим приемом, в котором используется человек как пример. Но примеры не случайны, как заметил Фрейд. Если нам в голову попадает что-то, значит это что-то важное для нас. И вот если мы вдумаемся, то окажется, что вот эта логическая форма рассуждения, она подходит как раз именно к человеку. Вот цитата из Григория Великого, Папы Святого. Вот мы видим на картинке изображение трех святых. Иероним наш знакомый Августин и Папа Григорий. Они изображены на оборотной стороне консульского диптиха Боэция, Манлия Боэция, отца Северина Боэция, о котором я расскажу в конце занятия. И вот я зачитаю цитату из Григория Великого. «Человек может быть назван вселенной, ибо в нем явлены истинный образ и великое единство вселенной, ибо все, что есть, либо существует, но не живет, либо существует и живет, но не имеет ощущений, либо существует и живет и чувствует, но не понимает и не рассуждает, либо существует, живет, чувствует, понимает и рассуждает». Итак, человек, имея с камнями то общее, что он существует, с древесами то, что он живет, с животными то, что он чувствует, с ангелами то, что он рассуждает, правильно обозначается именем Вселенной. То есть это дерево, оно нам может свидетельствовать и совершенно о другом. Свидетельствовать о том, что человек представляет собой нечто единое со всем остальным миром. В человеке есть что-то общее с любым сущим в мире. И человек таким образом является такой маленькой Вселенной. Получается, что здесь, что логика здесь пересекается с антропологией, с психологией, с метафизикой. И с этим рассуждением Григория Великого, мне кажется, перекликается рассуждение, разговор философии и боеция. Философия задает такой странный вопрос боецу. Я хотела, чтобы ты ответил вот еще на что. Помнишь ли ты о том, что ты человек? Удивительный вопрос. Боец и отвечает. Как же мне этого не помнить? Следующий вопрос. Можешь ли ты определить, что есть человек? Боец опять удивляется и переспрашивает. Ты спрашиваешь, знаю ли я, что представляет собой разумное смертное существо? Знаю и признаю, что я именно таков. То есть философия просит дать ему дефиницию, что такое человек. Боец легко и просто эту дефиницию дает. И действительно, ведь эта дефиниция постоянно повторяется во всех учебниках логики. Но дальше она задает такой вопрос. Не знаешь ли ты что-то еще относительно своей сущности? Но нет, вроде бы вполне корректное определение. Боец ему дал. И философия на это ему отвечает. Теперь мне понятно другая или точнее сказать главная причина твоей болезни. Ты забыл, что есть сан. То есть, сколь некорректным было бы определение того, что такое человек, а древо Порфирия нам как раз и дает это определение, что человек является животным смертным в отличие от ангелов и мыслящим в отличие от других животных, немыслящих животных. Но кроме этого знания необходимо еще и другое знание. Некое такое знание экзистенциальное. И если мы его забыли, то никакие определения нам не помогут. Нужно каким-то образом соединить логическое и экзистенциальное, и психологическое, и антропологическое. Именно это и пытаются сделать боецей. Боецей является, можно назвать отцом философии, можно родителем философии. Аристотель родитель номер один и боецей родитель номер два. Логики. Но боецей интересует не только логика ради логики. Для него важна логика в контексте его теологических рассуждений, в его теологических трактатах, которые построены на его логике, и в его антропологических рассуждениях, с которыми мы столкнемся в утешении философии. И так, в первую очередь, давайте немножечко я расскажу о том, в каком жанре написано это произведение. Потому что на современного читателя оно может произвести странное впечатление. Оно состоит из чередующихся стихов и прозы. Причем, как эти стихи вмонтированы в прозу, не совсем понятно. Это какая-то иллюстрация стихотворная. Или что это? Или это что-то, что противоречит, то, что оспаривается в прозаическом фрагменте. Не очень понятно. Вот Сатура – это очень популярный жанр в античные времена. Причем этот жанр такой очень странный. Это жанр, который применяется с одной стороны на площади, в таком площадном балагане, а с другой стороны очень любит философ этот жанр. И в какой-то степени даже диалоги Платона несут какие-то элементы этого жанра. Можно найти определенные элементы этого жанра в Евангелии, скажем. И этот жанр предполагает, что соединяются в одном произведении совершенно разные вещи. Соединяются различные поджанры литературы – проза и поэзия. Но не только. Это еще жанр, который открыт к другим произведениям. И то, что огромное количество существует миниатюр, которые рисовали в течение многих столетий к этой книге – это не случайно. Текст поэзия очень такой изобразительный, очень пластический и провоцирующий читателя на вот такие вот визуальные репрезентации. И более того, этот текст провоцирует людей на пение. Очень часто эти стихи, они, собственно говоря, написаны как песни. В них чувствуется вот некоторый такой песенный лад. И поэтому многие читатели поэзия прилагали эти песни на музыку. И вот мы здесь видим такой очень любопытный казус. Мы видим печатное издание поэзия. Это печатное издание, отметим, оно черно-белое. И дальше читатель берет, и что он делает? Он начинает не просто пассивно это воспринимать, а интерактивно. Как будто бы это некий такой электронный текст, который можно как-то вносить в него какие-то элементы, как что-то делать. И мы видим, что он закрашивает, раскрашивает эту картинку. А вверху над картинкой он рисует нотный стан и ноты, которые соответствуют вот этому стихотворению, которое иллюстрирует эта картинка. Итак, если говорить обобщенно, то для Сатуры характерно такое смешение жанров, прозы, поэзии, смешение видов искусства, музыка, изображение, пантомима, соседство низкого и высокого, злободневного, вот Баяц и подробно описывает политическую ситуацию, в которой он оказался, и вечные. В Сатуре происходит путешествие, люди не закреплены в каком-то определенном месте, а странствуют. Ну, в данном случае Баяц и находятся в тюрьме, но тем более удивительно, как он мыслью виртуально путешествует, сидя в тюрьме. Сатура рисует порогов, так называемые пороговые ситуации, или экзистенциальные ситуации. В данном случае это опять-таки тюрьма. Изображается, как происходит с человеком перемена участи. Баяц и от статуса премьер-министра впадают, переходят в статус заключенного. На картинке интересно изображается, с одной стороны, некий такой царь, сидящий на троне, со скипетром, а с другой стороны, обезьяна, привязанная цепочкой к столбу. И вот эта обезьяна, привязанная цепочкой к столбу, в этом издании Грюнингера, начала 16 века, постоянно повторяется. Как бы такой иронический комментарий. В тюрьме вообще-то сидит Баяц, и Баяц я даже иногда изображаю, привязанного веревкой или цепью. И обезьянка, оказывается, тоже сидящий на цепочке. Исключительные ситуации для провоцирования и испытания философской идеи. Близость к смерти тюрьма. Наблюдение действия с необычной точки зрения или ракурса. Изображение нестандартных морально-психических состояний. Сцены скандалов, эксцентрические ковоповедения и нарушения общепринятого хода событий. Последние четыре характерных черты. Это я цитирую Бахтина, проблемы поэтики Достоевского, который занимался особым видом Сатуры, минипеей. Он там выделял 14 характерных черт минипеи, но есть множество и других жанров, которые не входят, собственно говоря, в минипеи, в которых тоже определенное количество этих черт проявляется. Итак, обратимся к тексту. Что мы там видим? Во-первых, внутри этого текста у нас тоже существуют баяцей. Вот есть два человека, которых нужно отличать. Автор книги, некая историческая личность, которая становится на позицию автора книги. Но внутри он помещает своего маленького двойника, который отчасти является его автобиографическим персонажем, но вместе с тем это и его некий лирический герой, который отличается от боеца автора Кругозором, например. Боецей маленький часто грустит, плачет и так далее. Философия его утешает. Но ведь все это пишет боецей. Вот это вот утешение философии. Это не философия написал, это написал боецей, но только боецей, у которого больше Кругозор. Вот здесь интересные иллюстрации, которые хорошо показывают такую пассивность боецей. Боецей лежит на кровати, прижав ноги, как такая позиция зародыша, протянул руки в мольбе с закрытыми глазами, и к нему подходит философия. И философия изгоняет мусс. На первой картинке изображаются, как музы выходит в дверь, но выйдя из двери, они задерживаются там и начинают оттуда смотреть. Потому что боецей не прекращает писать стихи после того, как философия вызвала мусс, выгнала мусс, а продолжает и дальше предаваться тому занятию, которое философия вроде бы осудила. И вот боецей находится в таком крайне расстроенном состоянии, в литургии, обычной болезни расстроенного ума. У него пелена на глазах, он чувствует такую слабость и так далее. Вот эту миниатюру из Клембриджского манускрипта современная художница такие мотивы на эту маниатюру сделала. Мне кажется, что можно рассматривать эти изображения как такую продолжающуюся диссоциацию боецей. Вот он в таком еще состоянии более-менее человеческом, а затем постепенно его сознание как бы мутится, пелена застилает ему глаза и мир превращается в такие цветные пятна. Это Барбара Элмерер в 2018 году сделала эти работы. И еще один очень-очень мне нравящаяся миниатюра из Венского кодекса. Здесь боецей опять-таки изображается, обратите внимание на его глаза. Его глаза изображены такими черными, как в современных мемах, где изображается безосходность. и что меня очень привлекает в этой картинке это то, что боецей рядом там стоит философия, боецей держит маленькую фигурку. Что это за маленькая фигурка? Мне кажется, что это как бы иллюстрация вот этого устройства текста. Боецей философией демонстрирует некоего маленького боецей, некую такую свою душу, которая находится в позе очень похожей, но отчасти похожей на позу мыслителя. Вот современная картинка, где изображается параллельность взгляда боецей и взгляда философии Вера Каспар 2018 год. Угол угол их взгляда 46 градусов пишет художник. Итак, боецей находится в тюрьме и ему является некое видение. Прочитаю цитату. «Над моей головой явилась женщина с ликом исполненным достоинства, притягательной силой. Хотя она была в цвете лект, никак не верилось, что она принадлежала к нашему веку. Трудно было определить ее рост, ибо казалось, что в одно и то же время она не превышала обычной человеческой меры, и теменем касалось небо. А если бы она подняла голову повыше, то вторглась бы в самое небо и стала бы невидимой для взирающих на нее людей». То есть такое вот странное наркотическое можно сказать видение, похоже на то видение, которое было у шаманов, которое описывал там Богорас в работе, о которой мы говорили. не так давно. И она была обличена в одежды из нетленной ткани с изощренным искусством, сплетенной из тончайших нитей. Их, как я узнал, она саткала собственными руками. На них, как на потемневших картинках, лежал налет забытой старины. То есть обращение к картинкам это картинный образ. На нижнем крае была выткана греческая буква Пи, на верхнем Тета. И казалось, что между обеими буквами были обозначены ступени, как бы составляющие лестницу, по которой можно было бы подняться снизу вверх. На эту одежду рвали руки каких-то нечестивых существ, которые растаскивали ее частицы, кто какие мог захватить. В правой руке она держала книги, понятно, а в левой скипетр, то есть знак власти. И вот такое странное описание философии. Буква Пи это практика, это теория. Единство теории и практики, причем между практикой и теорией находится некоторая лестница, это не два таких совершенно изолированных слоя. Опять-таки то, что я вначале говорил, что для Боэция важно не только вот некоторые теоретические положения, но и то, каким образом они воплощаются в его собственной жизни, в его размышлениях, в его состоянии. И вот задача, каким образом можно это все нарисовать, каким образом можно совместить эту тонко вытканную одежду с лестницей, с буквами, как показать размеры философии. Здесь Боэции смотрят снизу вверх на философию, тем самым, хотя их рост в общем-то вроде бы одинаковый, но близкий по размерам, но Боэции закрыт такой аркой и решеткой и весь сжимается и за счет этого философия кажется высокой и Боэцию приходится очень сильно запрокидывать голову, чтобы рассмотреть эту женщину, таким образом возникает такая иллюзия, что она находится выше домов и где-то уходит в облака. Вот художники не всегда справлялись с этой задачей. Здесь мы видим такой рисунок, на котором художник просто взял и лестницу приставил к философии, не стал ее как-то размещать на платье. И также и буквы мы видим рассеянные по всему полю вместо того, чтобы быть вытканными на платье. Наиболее простой способ это просто-напросто маленькую такую лестницу взять и прицепить к платью, как делает мини-теорист вот этого издания конца 15 века. Это Белингва на датском и на латинском языке с обширными датскими комментариями, толкованиями книги. Вот более поздняя работа, это конец 19 века, это гравюра из издания знаменитого Джеффри Чосера, который нарисовал Берн Джонс. известный художник, который относится к прерафаэлитам. Чосер переводил Боэце на староанглийский язык. И вот мы здесь видим лежащего Боэца с музами и к нему только входит по ступеням философия. И у нее на платье не одна лестница, а множество лестниц, хотя букв не видно. Другой способ это изобразить на философии, школь скоро это философия, то изобразить побольше разнообразного текста, и кроме того, текст на таких телеграфных полосочках летают по всей комнате. И вот изображение, которое мне очень нравится. Художник не стал каким-то образом располагать лестницу приставную на платье, а сделал такую лестницу прямо ступенями. Получается, что платье философии превращается в такие ступени. Это Чезаро Рипа, знаменитая книга «Новая иконология», в которой дается начало 17 века, в котором дается такая энциклопедия разнообразных образов визуальных, и в частности образ философии сделан по мотивам боец. Наиболее простой способ просто изобразить лестницу и буквы отдельно от платья. И этот образ, который сделал боец, он вдохновлял и других художников, не только тех, кто иллюстрировал тишение философии, но и в целом образ философии как таковой, даже без привязки к боецею, вдохновлялся вот тем текстом, который написал боец. И здесь мы видим знаменитую гравюру, сделанную Дюрером начала 16 века. И мы видим, что он решает это точно таким же образом. буквы на некоторой такой стели, которую можно понимать как лестница, и на ней изображаются разные буквы, которые символизируют тривиум и квадривиум, как некую такую лестницу, по которой мы можем восходить к философии. Гравера тоже черно-белая изначально, и вот любили в средние века люди заниматься тем, чем занимаются современные дети разукрашивать черно-белые гравюры, чтобы они были более нарядными. Здесь мы видим, что Альберт Великий изображается, Платон изображается, но Боэция здесь нет. И еще одна гравюра, в которой тоже изображается философия как таковая, без привязки к Боэции, с тривиум, с предметом тривиума и квадривиума, и опять мы видим эту же Боэцовскую лестницу и Боэцовские буквы. Итак, сразу же после того, как философия входит в камеру к Боэцию, она видит мус, которые здесь изображаются с дудками, чтобы было видно, что они музы. Боэци здесь очень забавно показан, как такой пес на цепи или на веревке где-то привязан. Философия смотрит на поэтических мус, которые окружают ложи Боэция и облекали в слова его рыдания, высказала возмущение, гневно сверкнув глазами, промолвила, кто позволил этим распутным лицедейкам приблизиться к больному, ведь они не только не облегчают его страдания целебными средствами, но питают его сладкой отравой, померщвляют плодородную неву разума бесплодными терзаниями страстей, приучают души к недугу, они излечивают. А тем более такого человека, как боец и взросшенного на учениях элиатов и академиков, ступайте прочь сладкоголослые сирены, доводящие до гибели, и предоставьте его моим музам для заботы и исцеления. Мои музы это науки. Вот эти вот дамы, которые изображают тривиум и квадривиум. Музы бегут после этих упреков толпа муз, опустив опечаленные лица к земле и покраснев от стыда. Грустя покинуло мое жилище. Очень интересно показано, как они убегают. Это из той самой миниатюры, которую я показывал выше, где боец изображен с черными глазами. И современная художница изобразила этот побег мус через изображение их одеяний. У них не очень много одежд, такие накидки набедренные их современная художница изобразила, показав такую динамику убегания мус. Сначала не узнает боецей эту даму, но потом узнает, что это его кормилица. И художник это изображает просто буквально тогда еще. Цукерберга не было, никто не запрещал изображать женские соски, как некую женщину, которая кормит струей молока боецей. Если мы вспомним, Августина тоже очень часто изображали пьющего молоко, которое проистекает из груди Девы Марии. Ты, которого я вскормила своей грудью, молоком своим, чтобы ты обрел мужество и силу духа, упрекает его философия, которую боецей не узнает. И дальше философия намечает целый такой план лечебный, последовательный лечебный план. Поскольку смятение многие страсти гнетут, боятся и разрывают сердце гнев, скорбь и печаль, то при нынешнем состоянии твоей души не подходят более крепкие лекарства. Сперва употребим легкие средства, чтобы опухоль затвердевшая от волнения тревог размягчилась от их воздействия. И ты обрел бы силы для принятия более действенных целебных средств. То есть сначала нужно открыть рану, затем дальше какие-то применить легкие средства к этой ране, затем дальше при помощи вопросов и ответов устроить такой анамнез и уже выбирать какие-то другие средства лечения. Здесь изображается на миниатюре сразу в двух ипостасях философия. Она утирает краем своей одежды лицо боится, слезы боится, чтобы спала пелена у него с глаз, а справа изображается может быть даже какая-то служанка, которая держит на готове различные медицинские приспособления. Во-первых, мы видим такую характерную бутылочку, которая очень часто фигурировала и на миниатюрах изображающих Августина. Это бутылочка для анализа мочи. Врач смотрел, не только смотрел на просвет и определял, были специальные такие цветовые определители, такие специальные цветовые круги, и вот по этим кругам определялся характер, цвет, прозрачности и так далее. Мочи, вроде тех, которыми мы сейчас определяем в малярном деле цвета или там при покраске волос и держат стакан очевидно тоже с каким-то средством медикаментозным. И наконец при помощи этих легких средств Боэц несколько воспрял духом. Мы видим, что он уже и сам краем своей одежды утирает свои слезы. После того, как рассеялась ночь и растаяло в свете, снова вернулась ко мне моя прежняя сила. Сегодня мы начнем цикл иконография Боэция и в первой лекции этого цикла я расскажу не о самом Северине Боэце, а об его отце Манле Боэце. И мы рассмотрим очень такой интересный, очень странный объект, который называется консульский диптих. Вот как выглядит целиком этот объект. Когда я увидел его первый раз, еще не знал, что это такое, я был очень удивлен тем, какова вообще функция этого объекта, что на нем изображено, что там происходит. А с другой стороны заворожен, потому что мне кажется, что этот объект как-то проговаривается о таких важных вещах, как власть или политика. Откровенно, вот наивно и откровенно демонстрирует нам это. Это объект, который относится к репрезентации власти, в какой-то степени к политическому пиару. Рельеф на слоновой кости, довольно-таки дорогая вещь, которая выпускалась, когда некая знатная персона назначалась консулом или в данном случае префектом. И люди, которые получали эту должность, раздавали такие таблички другим важным персонам в знак благодарности за поддержку и в надежде на то, что эта поддержка будет продолжаться. Мы видим здесь большое количество таких элементов, богатых элементов, указывающих на власть, просто изобилие таких элементов. В первую очередь туника, очень богатая, очень тонкая работы. Художник или мастер, который работал над этим диптихом, он вложил все свои усилия в саму тунику, при том, что, скажем, лицо Боэция изображено очень примитивно и условно. Верну картинку, обратите внимание, насколько тонко сделан узор туники. Изображается Боэци на фоне имперской архитектуры. Мы видим пилястры коринфские, видим надпись на фризе, которая свидетельствует о том, что Боэци стал префектом Рима. Далее эпидемент, фриз, на котором тоже некие изображения, которые я не знаю, что точно эти буквы изображают, но явно некая такая символика властная, имперская. В левой руке он держит скиптор, который увенчан летящим ястребом. И вот сразу возникает такая загадка, такой вопрос, а что он держит в правой руке? Что это за странный объект? Этот объект представляет из себя так называемую маппу, льняной платок, который знатная персона, сидящая на возвышении, бросала, сигнализируя о том, что начинается гонка квадрик. А подобные гонки были очень важным элементом политической жизни римской империи, особенно восточной римской империи. Это гораздо больше, спорт, гораздо больше, чем некая релаксация, отдых и так далее. Это способ разделить общество, разделить и властвовать, противопоставить людей и канализировать какое-то недовольство в виде захваченности этими скачками. И скачки оказывали огромнейшее влияние и на политику, и на социальную структуру, и на экономику и так далее римской империи. Мы здесь видим фрагменты из двух консульских диптиков. Один Флавия Анастасия в 517 году сделан и Флавия Лампадия в 530 году. Вообще эта традиция была введена по-видимому Нероном и кстати такой важный момент пересечения с Северином Боэцием. У Боэцием в утешении философии Нерон является одной из такой персонификации неправой власти, тиранической власти. Или же также это могло, этот жест мог открывать бои с животными в цирке. Здесь очень интересно изображены на фрагментах диптихов, на створках диптихов сама цирковая форма, циркулярная, болельщики сидящие по кругу и очень очень экспрессивное изображение подобных боев. это диптих Флавия Анастасия Проба 517 года и Флавия Ариобинда Дагалайфа Ариобинда. Как можно понять из его имени, это представитель знатной готской фамилии, которая интегрируется в римскую систему. Вот что завораживает в этой работе и почему мне кажется, что в ней есть некоторая актуальность, некоторое сообщение о том, что происходит сейчас. У меня было такое впечатление, что суть этого объекта я постоянно встречаюсь в современной политической жизни, хотя не конкретно в подобной форме, а в целом сам принцип постоянно проявляется. Во-первых, мы видим, что это некий дорогой, причем избыточно дорогой объект. ведь люди, которые этот объект принимают, едва ли он для них представляет такую важность для человека, который его изготавливает. Наверняка кладут его на какую-то полочку дальнюю, где лежат остальные визитки такого типа. И поражает в современном политическом пиаре вот такая избыточная дороговизна. Даже в изготовлении каких-либо постеров, афиш обязательно они сделаны на глянцевой бумаге, что учитывая тираж очень дорого. Обязательно нужно покупать на телевидении время и так далее. при этом ракурс, в котором изображен поэц невероятно узнаваем. Вот если мы возьмем презентацию, репрезентацию современных политиков, современных кандидатов на какие-то должности, мы увидим, что они изображаются абсолютно так. Их выражение лица, их одежда, поза, определенный поворот, если мы присмотримся, абсолютно соответствует тому бесконечному множеству депутатов и прочих вип-персон, которых мы постоянно видим на заборах или в телевидении. Другой поразительный момент это то, что это изображение кажется таким удивительно мертвенным, удивительно статичным, при том, что вроде бы художник пытался изобразить некую динамику, такое удивительное противоречие. мы видим две фазы движения. Сначала боец стоит с опущенной рукой, а потом он эту руку поднимает и вот сейчас должен бросить. Вот вещь, которая мне всегда очень нравится в искусстве, когда изобразительное искусство пытается передать движение. Но здесь парадоксальным образом получается, что это движение не оживляет, а наоборот делает еще более мертвой это изображение. Это движение не живое, как скажем, в дискоболе Мирона, а движение марионетки, некое механическое движение, которое только подчеркивает неподвижность и статурность этого человека. и удивительная также вещь это повтор. Фактически эти две створки лица абсолютно одинаковые, одежда абсолютно одинаковая, то есть с некоторыми небольшими изменениями, вот найди там пять отличий, абсолютно одинаковые изображения. Зачем не просто изобразить некоторого человека в пафосной ситуации и в пафосном обравлении, а делать это дважды. И вот такая вот повторяемость, она тоже очень характерна для репрезентации власти. Если мы возьмем опять-таки те же постеры, то постеры, как правило, клеятся не поодиночке, а несколько раз. То есть мы видим одну и ту же физиономию одной и той же випперсоны, повторяющиеся или в телевидении. Я 20 лет уже телевизор не смотрю, но вот когда я смотрел телевизор, то меня иногда, переключая каналы, я постоянно видел такую удивительную вещь, что на одном канале, скажем, сидит Григорий Александрович Явлинский и о чем-то пафосно сообщает. Переключая на другой канал, и вот за тот момент, пока я переключаю кнопку канала, Григорий Александрович уже успевает как какой-то флэш перебежать в другую студию и там абсолютно в такой же позе говорить абсолютно такие же слова. Вот эта повторяемость политического это очень важный элемент такого зомбирования, внушения. Куда мы не повернемся, мы везде видим лицо Манлия Боэция или какого-либо другого политического деятеля. Вот гравюра, которая выполнена по этому диптиху и мы видим, что художник не смог вынести, хотя он очень точно копирует все остальные элементы, но такую маску, которую мы видим на оригинале, он просто не мог стерпеть и попытался как-то гуманизировать лицо Боэция, причем даже сделать какое-то очень разное выражение лица на разных створках. Другой интересной другая интересная вещь это то, какая была судьба у этого диптиха. Произошел некий обциклинг этого диптиха, повторное использование, интегрирование в заступническую литургическую молитву, которая произошла в седьмом веке. На оборотной стороне этого диптиха художник сделал два изображения. Изображения очень сильно контрастирующие с тем, что мы видели только что. Хотя они тоже выполнены в такой наивной манере. Автор по-видимому просто мастер, не претендующий на то, что он художник. Но тем не менее он выражает какие-то идеи, которые прямо противоположны тому, что мы видели на той стороне во-первых изображается воскрешение Лазаря. Тоже это некий такой обциклинг. А во-вторых мы видим изображение трех святых. Это Иероним, далее наш старый знакомый Августин и Папа Григорий. Вот этот объект, который использовался в одних целях, затем берется и начинает включаться совершенно в другой контекст. Его функционал совершенно изменяется. Это объект, который во-первых переворачивается. Вот то, что было лицевой стороной, становится неважным, переходит на другую сторону. А то, что было как бы обложкой становится чем-то главным. И этот объект используется в процессе моления заступнической и на свободном поле внизу остается такое пространство для записи имен, за которых эта молитва возносится. в частности там написаны имена епископов Бреши. Собственно говоря, этот объект в основном находился на территории Бреши и передавался от одной знатной семье к другой и в конце концов оказался в музее этого города. Вот еще раз посмотрите на изображение воскресения Лазаря и на изображение святых, в частности Августина. Спасибо за внимание. До новых встреч. субтитры